Россия Вместе На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры начинается период последовательного и стремительного сближения армянского и русского народов, продолжающийся до настоящего времени. За этот период сформировались воистину уникальные, непрерывные, идущие по нарастающей до наших дней связи. За это тысячелетие сложилось единое русско-армянское духовное пространство, в котором оба народа продолжают совместное творение истории. Так армянская интеллигенция Москвы всегда представляла некий сплав культур армянской и русской. Театральные деятели Вахтангов, Симонов, меценат Тарасов воспринимаются уже как русские. Истинное искусство не знает национальности. Это достояние всего человечества. Кто-то очень остроумно сказал, что радугу нельзя разделить на части. Она такая. Там желтая, там синяя. Так и человек, который занимается искусством, творчеством. И если мы с тобой копнем дальше, то увидим, что и во всех областях так. Так. Каждый раз, когда я элементарный житель планеты, человек, если я бываю на симфонических концертах, я думаю, как мы близки мы, люди. Когда я слушаю Моцарта, я все понимаю, о чем он рассказывает мне. И он близкий мне человек. Это хорошо или плохо? Вот это важно. Что если армянские люди вмешиваются или входят в жизнь, в русской жизни. Вот это мы должны... Это хорошо или плохо? Я, например, думаю, хорошо. Творческую деятельность одного из крупнейших актеров России, Арменеджи Грханяна, можно привести в качестве примера неоспоримого присутствия армян в русской культурной жизни. Армен Борисович известен не только блистательными ролями в театре и кино, но и своим оптимизмом, мудростью и ироничным отношением к жизни, искусству и прежде всего к самому себе. Когда речь идет об искусстве, Армен Борисович на первое место всегда ставит талант. Именно самое высокое происходит тогда, когда вот это объединяется. Потому что Арам Хачтырян написал Гаяны, но он написал и Спартак. Понимаешь? Поэтому теперь мы должны решить, что он композитор как армянский композитор, или великий композитор, или европейский. Я думаю, мы запутаемся с тобой, если будем отвечать на эти вопросы. Вы знаете, я пишу музыку к фильмам. Вот я не помню, чтобы играли армянские актеры, но мы сейчас пишем с Евгением Гинзбургом тоже мюзикл. И у нас в сценарной заявке заявлен Джигар Ханян. И Евгений Александр Гинзбург, это очень известный, скажем так, режиссер, мягко выражаясь, очень известный. Он, конечно, снимал и Джигар Ханяну в свое время был мюзикл, вот давно-давно еще, плюс музыкальные какие-то спектакли. И сейчас он предложил свадьбу Чехова, мы делаем музыкальный фильм. Он предложил Джигар Ханяна на одну из главных ролей. Конечно, я считаю, это мега-живая легенда. И если он сыграет одну из главных ролей в этом музыкальном фильме, я считаю, что это будет событием, потому что те актеры, которые были заявлены, там, Табаков, Джигар Ханян, Безруков, Дюжев, это те артисты, которые, я считаю, ну, цвет нации. Российский композитор Анатолий Зубков признается, что давно работает с представителями разных народов, но к армянам у него особое отношение. По его словам, Москва – это город, который очень сильно фильтрует людей, оставляя самых сильных, крепких и талантливых, тех, кто способен в той или иной области добиться выдающихся результатов. Как творческому человеку мне приходится общаться с очень многими категориями разных народов, скажем так. И я очень могу тепло отозваться о моих коллегах-друзьях, с которыми я работаю из Армении. Например, поэт-песенник Карен Кавалериан, также прекрасный, шикарнейший пианист, и я считаю человек-легендой, это Ливон Аганезов. И Карина Габриолян – это певица, это вот, скажем, те люди, с которыми мне, например, приходится пересекаться. Самое интересное, что люди абсолютно разные, но в них есть одно, у них колоссальный темперамент и сила, ну, ко всему, сила жизни, сила... Вот люди, которые любят жизнь, это сразу чувствуется, потому что они очень энергичные. Москва, вы знаете, очень энергичный город, и они, вы знаете, как ни странно, очень легко вписываются в этот ритм. Ну, скажем, про Ливона Аганезова говорить нечего, потому что, когда вы его видите на экране, то понятно, что от него просто пышет умом, весельем, радостью. Поэтому все, с кем мне приходилось работать, ну, я не знаю, как это можно сказать, армянская диаспора, я не знаю, но люди, которые жили в Армении, потом переехали в Москву, у меня только самые лучшие и теплые воспоминания, даже не теплые воспоминания, а мы продолжаем сотрудничать, работать и продолжаем творить вместе. Я армянин, истинный армянин, и люблю, что я армянин. Я не скрываю, но я очень хорошо себя чувствую в России. Более того, я тебе говорю, из 75 лет я 44 года живу в России. И даже мне однажды кто-то сказал мне, что какой ты армянин, ты хороший русский актер. И он прав. И он прав, когда говорит, нет, да нет, ты армянин. Это если мы во имя чего мы это делаем. Испокон веков армяне были приняты Россией, русским народом, как древний христианский народ. Согласно историку Михаилу Тихомирову, русские охотно общались и паровали с армянами, допускали их в свои церкви, дружили и вступали с ними в брак. Сегодня армяне уже посещают свои армянские церкви, которые играют важную роль в их духовной жизни. Отношения между армянско-апостольской и русской православной церквями складывались на протяжении долгих лет. Этому способствовали братские отношения двух народов. Наши церкви считаются сестринскими, и на данном этапе эти отношения еще более укрепляются. Армянская церковь не запрещает и благословляет смешанные браки между русскими и армянами. В наше время число таких браков возросло, главным образом в российской столице. Особенно часто чувства вспыхивают между русскими девушками и армянскими юношами. А Мик и Инга встретились в Москве. Молодой человек приехал в российскую столицу из Еревана, а девушка из Иркутска. Мы познакомились в городе Москве. Она сама с Иркутска, но мы познакомились в Москве, в кафе, они там с подругой пришли туда, в кафе, а мы с друзьями там были. Вот так познакомились. Общались, потом второй раз, потом третий, и начали так нормально общаться. По велению чувств пара решила соединить свои сердца, несмотря на протесты родителей. Влюбленные уверены, что при выборе спутника жизни следует руководствоваться далеко не национальными особенностями. Любовь. Если присутствует любовь, да, то есть я думаю, что это и есть желание каждого человека увидеть любовь в своей семье. И на данный момент, в принципе, я понял, что у моего брата, и вот в то время у русской девушки по имени Инга, а сегодня уже она для меня как сестра младшая. Почему? Потому что они действительно очень любили друг друга, и я оценил такое чувство. И абсолютно не было никакой разницы, русская она или армянка. Потому что сегодня она в нашей семье, ну, в частности, в семье моего брата, да, в молодой семье брата, у них двое детей, она действительно ощущает себя даже наполовину армянкой. Я очень хочу поехать в Армению, и надеюсь, в скором, вот, в будущем, прям в скором, обязательно туда поеду. Я хочу всех видеть. Вот не то, что вот в Москве они рассыпаны по кочкам, а я хочу видеть полностью. Как бы я видела, ну, телевизор, это все не то. Я хочу реально посмотреть, какие магазины, какие люди, как они входят, в каких местах собираются, какие, ну, там же все, наверное, по-другому. Может быть, так же, но по-другому. Это, во-первых, что-то будет новенькое, и столько я уже слышала хорошего об Армении, об людях. Как бы я очень хочу туда попасть, очень хочу посмотреть, как там красиво. Вот все армяне в основном, да и русские, кто там побывал, очень много моих знакомых там были. Очень красиво, говорят, прям неописуемо. Я считаю себя самым счастливым человеком. У меня муж армянин, двое прекрасных детей. В общем, я счастлива. Нечего сказать больше. В российской истории есть десятки примеров, когда русские мужчины женились на армянских девушках. Так, отец поэта Булата Акуджава был женат на армянке по имени Ашхен. У писателя Юрия Сенчурова мать была армянка. Жена шестикратного чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника тоже армянка. В широкой публике хорошо известен союз актера театра сатиры Михаила Державина и армянки Роксаны Бабаян. Я считаю это очень хорошо. Главное, чтобы родители были не против, потому что иногда любовь – это такое чувство, которое нельзя остановить или приказать, чтобы этого не было. И живя в Москве, я очень много видел пар. В свое время сам был влюблен в Ростове, в армянскую девушку. Ну, как вам сказать, они очень обаятельные, миниатюрные, красивые, потому что я считаю, что смешанные браки дают интересных детей, и потом они очень талантливы, потому что это смешение, я считаю, ничего в этом плохого нет. Наоборот, считаю, что это очень хорошо. По данным социологов, еще в середине 90-х годов доля межэтнических браков в Москве не превышала 22%, когда, как сегодня, межнациональным стал каждый четвертый брак. Да, и 70% населения современной России лояльно относятся к смешанным семьям. По статистике, каждый седьмой брак в столице – интернациональный, а ежегодно в Москве их регистрируют около полутора тысяч. Армяне и русские с незапамятных времен работали и творили вместе, создавали семьи и поддерживали друг друга. Эти два народа всегда были объединены общими интересами и взаимной симпатией. Я, например, думаю, что и нам повезло, в смысле армянам, и думаю, и русским повезло, что такие соседи. Армяне и русские Мы представим в следующих выпусках программы «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин